Всем добрый день. У нас сегодня заявлено занятие по пилатесу. На самом деле, кто ходит ко мне на занятия в обычной жизни, уже наверное знаю, что я даю мне классический пилатес, а смесь пилатес с ЛКК и с реабилитацией. Поэтому я приглашаю все желаемое на наш урок. Основной момент, все равно хочу сказать, это дыхание. Риск дыхания я встаю и каждый раз я вам говорю, когда мы делаем вдох, когда выдох, к вам одна большая просьба. Не делать никакие упражнения на задержание дыхания или на пушку. Это принципиальный момент. Поэтому, если что-то не получается, то есть упражнение вместе с дыханием, мы превращаем делать упражнение. Если мы стоим, то мы стоим и восстанавливаем дыхание. Если мы лежим, то значит мы лежим и восстанавливаем дыхание. Как только получается дышать так, как я прошу, мы начинаем снова делать упражнение. Это первый момент. Я очень надеюсь, что вы будете делать так, как я говорю. Потому что я же вас не вижу, поэтому я не смогу это попитрагировать. Второй момент, это сам уровень нагрузки. Я буду говорить, какой вариант для подготовленных клиентов, которые занимаются пилатесом давно, и какой для начального уровня. У меня, опять же, к вам большая просьба. Не ставьте олимпистикой в городах. Потому что на релаксе мы занимаемся именно спиной. Мы делаем спину здоровой. И мы занимаемся ради собственного здоровья и удовольствия, а не для преодоления некоторых стоких спортивных взятий. Ну, иступление все. Я предлагаю начать. Настраиваемся на занятия. Глубокий вдох. Выдох. Также. Стопы точно под тазом. Стопы параллельно друг к другу. Стараемся равномерно распределить вес тела по стопе. Мы не заваливаемся ни на пятки, ни на носки. Делаем вдох. И на выдохе опускаем подбородок на грудь. Расслабляем мышцы шеи. Делаем вдох. Делаем вдох. Плечи и лопатки выводим назад. И тянем вниз к пяткам. Причем мы тянем не единожды. Это длительный процесс. Вы задаете направление лопаткам. Вы тянете их постоянно к пяткам. Мы делаем вдох. И подтягиваем коленные чашечки наверх. Напрягаем мышцы переднего бедра. Застегнули нижний пресс на волнию. И зад в бок тягиваем живот к позвоночнику. Снова вдох. И на выдох мы направляем попчик вниз на пятки. Не расслабляем мышцы пресса. Мы делаем поясницу максимально плоской. Снова вдох. И выдох. Находим плечи и круг. Вдох. Лопатки спели и направили вниз к пяткам. Вдох. У нас акцент на сведении лопаток. Вдох. Мышцы пресса не расслабляем. Попчик по-прежнему у нас на пятках. Бородок на груди. За руками вытянулись в потолок. Вдох. И через сторону руки расслабили. Выдох. Также вдох. И вниз выдох. Еще два раза. Вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. Находим грудной отдел. Вытянулись в потолок. Вдох. И надули грудной отдел по пешочкам. Выдох. Вдох. Таз чуть вперед. А грудной отдел широкий и круглый. Длинный выдох. Еще вдох. Обнимаемся широко. Ладони широко. По лопатке слили вдох. И снова грудной отдел. Выдох. Еще вдох. Выдох. Еще грудные мышцы. Аккуратно их растягиваем. Готовим к нагрузке. Вдох. Хорошо. И первые круглые наклон. Колени можно подсадить. Колени можно подсадить. Копчик на пятках. Расслабились. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Через круглую спину и выросли. Вдох. Вдох. Еще один удар. Также вдох. И выдох. Выдох. Осталось два раза. Вдох. Выдох. Последний. Вдох. И молодцы. Вы опустили плечи. Лопатки назад. Живот втянули. У нас ходит все. Готовы вниз. Вдох. И выдох. У нас ровная спина. Живот втянут. Лопатки к позвоночнику тянутся. Тазом тянемся максимально назад. Как будто ищем стул, который не видим в темноте. Что вы должны чувствовать? Мы чувствуем натяжение задней поверхности бедра. Если вы этого не чувствуете, значит спина у вас круглая. Нужно поработать со спиной. Старайтесь, когда делаете упражнения, быть с собой максимально честными. Вдох. И выдох. Последний раз. Вдох. Спину оставили в параллель с полом. Поделаем вдох. И руки широко. Лопатки свели. Выдох. И еще вдох. И выдох. Два раза. Вдох. Корида смотрит четко вперед. Не в сторону. Не в центр. Вдох. И руки вытянули перед макушкой. Вдох. И локти к тазу. Лопатки свели. Выдох. Вытянули. Вдох. Выдох. 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 Все так же. Вдох. Мышцы пресса не расслабляем. Руками вытягиваем корпус из таза. Последний раз. И вдох. Выдох. Выдох. Ладони выше. Колен. У нас киска добрая. И злая. Выдох. Мы делаем вдох. И копчик в пятки. Выдох. Злая кошка у нас в обоиме. Намного дольше, чем добрая. Пройдет сильный нагрузчик. Делаем у нас акцент на выдохе. Вдох. Остались в укошке. Лиша. Вдох. И выдох. И круглая спина растет. Вдох. И готовы шумный вдох. Потянулись в потолок. Вдох. И шумный выдох. Еще один. Вдох. И шумный выдох. Молодцы. Мы размялись. Настраиваемся на нагрузку. Встаем вдоль дорожки. Животи тянули. Копчик смотрит точно на пятки. Руки вверх в потолок. Плечи и лопатки вниз. У нас рутаун. Вдох. Животи тянули. И выдох. Шагаем. Четыре шага. Вдох. И выдох. Колен. Жим локти узко к тазу. Выдох. Копчик в потолок. Грудью долго тянемся вниз пол. Шагаем обратно. Вдох. И выдох. Круглость длиной растет. Вдох. И еще так же два раза. Старайтесь воспринимать меня на слух. Головой не крутит, чтобы не напрягать шею. Вдох. Четыре шага. Выдох. Жим локти к тазу. И выдох. Копчик в потолок. Коленей мягкий и ровная спина. Выдох. Шагаем обратно. Вдох. И выдох. Круглость длиной от потолка. Вдох. И последний самый раз. Вдох. И выдох. Шагаем четыре раза. Вдох. И выдох. Жим. Вдох. И остались низкая планка. Копчик смотрит точно на колени. Живот втянули. Плечи и лопатки убрали. Макушкой вытягиваем все точно вперед. Правую руку нашли. Вытянули. Вдох. Вниз убрали. Выдох. Левый вдох. Выдох. При выполнении упражнения таз обязательно параллелен к полу. Мышцы пресса в тонусе. Живот мы втягиваем к запаху. К позвоночнику. Это очень важно. Вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. У нас откачиваем круглую спину. Мы делаем вдох. И ровно вернулись. Выдох. Сразу же в воду тянули. Вдох. Выдох. Еще два. Вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. И снова низкая плавка. Живот тянули. Попчик смотрит на колени. Плечи и лопатки убрали. Правая рука. Вдох. И круг. Выдох. Левая. Вдох. Глазами провожаем ладонь. Растягиваем грудную. Кто занимается давно, все то же самое. Только с стокой плавки. Все так же. Вдох. И выдох. Последний раз. Вдох. Все на колени. И откат круглая спина. Вдох. Вернулись. Выдох. Еще два раза. Вдох. И выдох. И последний раз. Вдох. И выдох. Планка. Вдох. И треугольник пятки. Вдох. Другие тянемся долго вниз. Наздуть другую спину. Планку. Вдох. И треугольник пятки. Вдох. 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 Старайтесь делать все одним движением. Вдох. И выдох. Последний раз. Вдох. Шагаем четыре. Шаг обратно. Вдох. Колени можно подсогнуть. Круглостерок вверх. Вдох. Выдох. Готовы вниз. Снова удар. И выдох. Шагаем четыре раза. Вдох. И выдох. Шагаем один. Вдох. Остались низкая планка. Кто занимается давно высокая плечи, лопатки убрали. И правая рука вперед. Вдох. И вниз выдох. Левая. Все помним. Живот тянули. Правая рука круг. И вдох. И выдох. Последний раз. Вдох. Ко мне лицом открылись. И вдох. Боковая планка. Выдох. Вдох. Вдох. Кто занимается давно, все сделаем из высокой планки. Закрыли. Выдох. И вдох. И выдох. Еще два. Последний раз. И вдох. Закрыли. И отказ колен. Вдох. Ровно спиной вернулись. Выдох. Еще два. Очень хочется спросить вас, разогрелись или нет. Обычно на занятиях я спрашиваю. Мне очень не хватает. Ваша вода. Поэтому последний раз. И уходим в квартет. Аккуратно укладывая все лицо в дорожку. Руки вытянули. Ладонями в пол. Классно, если у вас будет полотенце под лицом. Чтобы вы могли расслабить. Шею совсем. Стопа на уровне таза. Стопа параллельно. Мы вспоминаем, какие должны быть ноги. Вы должны ноги собрать от самого таза до кончика пальца. То есть я не веду по мышцам. Мы напрягаем переднее педро. Обязательно вытягиваем стопу, чтобы она была длинная-длинная. То есть вся нога собрана. Правую ногу вверх от таза. И вниз выдох. Вдох. Выдох. Все точно так же. Вдох. Мы работаем медленно. Без рук в лоб. Таз приезжает в пол плотно. Мышцы пресса в тонусе. Вдох. И выдох. Также вдох. Осталось два. Вдох. Выдох. Последний раз. Находим руки. Только правая рука. Вдох. И вниз выдох. Левая. Когда мы поднимаем руку, мы не перекатываемся на пол. У нас грудь параллельно пол. Если получается, то мы грудь тоже отрываем от пола. Вдох. Осталось два. Вдох. И выдох. Последний раз. Вдох. Готовы. Правая рука и левая нога. Вверх. Вниз выдох. Меняем диагональ. Вдох. И выдох. Все так же. Вдох. И вниз выдох. Меняем диагональ. Дышим ровно, без остановок. Вдох. Стараемся не просто поднять руку и ногу. Мы стараемся вытянуть диагональ. Вдох. 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 Выдох. Последний раз. Вдох. Правая рука и левая нога. Вверх. И вниз выдох. И снова это же диагональ. Вдох. Выдох. Еще два. Вдох. Вдох. Выдох. Последний раз. Будьте внимательны. Также поднимаем на вдохе. И отводим в сторону. Выдох. Все вернули. Вдох. И опускаем. Выдох. То же самое. Весточек. Вдох. И в сторону. Выдох. Вернули. Вдох. И опустили. Выдох. Так же. Вдох. В сторону. Выдох. И вдох. Готовы сами. Пока выполняете упражнение, напоминаю, что глаза у нас обязательно в пол. Макушка точно вперед, чтобы шире не включалось в работу. Вдох. Выдох. Вернули. Вдох. Опускаем. Опускаем. Наводим другую диагональ. Левая рука и правая нога вверх. И на выдохе вниз. Вдох. Выдох. Так. Два раза. Вдох. 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 И выдох. Вдох. 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 И отводим руку и ногу в сторону. Всего. Вдох. 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 Аккуратно. Стопа параллельно друг к другу. Носочки длинные. Готовы от таза вверх и вниз выдох. Старайтесь с коленей не сгибать, это важно. И поднимая ноги, пусть лучше не высоко, но без ротов. Вдох и вниз выдох, все так же. Вдох, выдох, вдох, выдох. И последний раз. Ладоник ушам, локти в сторону, только корпус вдох. И вниз выдох, вдох, выдох. Кто занимается давно, у вас длинные рычаг, то есть длинные руки, но без рывков. Вдох, выдох. Еще два раза. Кто занимается недавно, обязательно ладонью порушить, снимайте дополнительную нагрузку. Готовы корпусы ноги одновременно вверх и вниз выдох. Так же вдох. И вниз выдох. Выдох. Выпускаемся. Вдох. И выдох. Еще. Вдох. И выдох. Ровная спина. Вдох. Клопчик подвернули. Старайтесь держать себя за бедра, помогать себе до последнего, пока уже совсем не околепнут мышцы, и вы сможете без рывков вставать. Это очень важно. Поддох. И выросли. Выдох. И вниз. Последний раз. Молодцы. Отлично. Мы отстраиваем позитки улежа. Вспоминаем, как это должно быть в идеале. Стопы на ширине таза. Колени смотрят вверх, потолок. Плечи находятся точно над тазом. Лопатки близко к позвоночнику. И опять же тянем их так, чтобы ширина у нас не была зажата плечами. Мы делаем вдох, чтобы хоть втянули. Загрузку позвоночника сильно-сильно. И что мы теперь делаем с поясничным отделом? Мы подворачиваем копчик коленем. Мы это делаем для чего? Для того, чтобы весь поясничный отдел плотно поезжался в пол. То есть пока мы подвернут, у нас ладошка свободно убирается по спиной. Нам нужно зафиксировать поясничный отдел. Копчик подвернули к коленям. В этом случае включается в работе мышцы тазового дна. И плюс вы еще очень сильно тянете за кок, живот, позвоночник. Вот так все собрали. И вот так все нужно оставить. Мы делаем вдох, плечи и лопатки плотно-плотно прижимаем к колу. Такое ощущение, что как будто вы хотите оттолкнуться от пола. Вот сейчас нужно проанализировать свою спину. Постарайтесь почувствовать каждую мышцу. Мы делаем вдох и выдох. Руки делаем вдох и за голову ладонями к потолку. У нас будет скручивание ветра в пол. Будьте внимательны. Вдох и подбородок сверху и на колено. Вдох, выдох, вдох. Старайтесь подбородок не встанить на дуть. У вас всегда глаза в потолок. И подбородок сверху на колено. Вдох, выдох. Последний раз. Будьте внимательны. На вдохе руки широко за голову вдох и выдох. Сверху вдох, вдох, выдох. Два раза. Вдох, выдох. Последний раз. Остались. Живот тянули, подбородок в потолок. Мы делаем сотню. Руки сильные. Живот тянут. И выдох на каждый счет. Мы делаем вдох. Аккуратно укладываем голову на пол. Ладони за голову, ладони вверх, в потолок, плечи, лопатки поезжали в пол. Если тяжело в таком положении лежать и контролировать положение спины, значит руки вдоль спины и плечи, лопатки плотно поезжали в пол. Находим правую ногу. Вытянули носок в потолок. Вдох, аккуратно вниз. И на выдох в потолок. Вдох, выдох. Старайтесь не делать точек. И на выдохе ногу с разбегой не поднимать. То есть у вас должен быть один темп. Вы опускаете ногу и поднимаете так же. Вдох, выдох. Следите за тем, чтобы левая нога, опорная, не раскачивалась коленом в сторону. Это очень важно. Для этого мы сильно втягиваем мышцы пресса. Выдох. Вдох. Вдох внимательно. Правая вниз. И она должна упереться как бы на мячик из ягодиц. То есть ногу опустили. Ягодицу правую в тонусе держим. Вдох и выдох. Последний раз. Вдох. Руки за голову, ладонями в потолок. У нас будет скручивание вместе с ногой. Правую в пол, ягодица в тонусе. И на выдох потянулись под головой к ноге. Выдох. Вдох. Выдох. Мышцы пресса не расслабляем. Выдох. Последний раз. Ногу оставили в потолок. Пятку взвернули в центр. Ладони в пол. Сотня. Кто занимается до дно, ополнив ногу, вытягиваем над полом и продолжаем дышать. Отдыхаем. Отдыхаем. Все вместе в положении бочонка. Скористили лодыжки. Колени широко. Смотрим на плечи. Можно не скористить лодыжки. Можно расставить их параллельно. Но колени все равно должны смотреть на плечи. Груглая спина. Расслабили поясни. Общик смотрит в потолок. Мы отдыхаем недолго и не расслабляемся. Взяли себя пожестче за колени и аккуратно раскачали вочонок вправо и влево. В упражнении есть нюанс. Зачем мы берем себя жёстко за колени? Для того, чтобы у нас лопатка и ягодица одновременно отрывались от пола и так же туда выкладывали, чтобы у нас в поясничном отделе не было зеркалообразного движения. Мы делаем вдох. Выходим из положения вочонка. Снова отстраиваем положение лёжа. Стопы на ширине таза. Колени в потолок. Мы делаем вдох и подворачиваем копчик к коленям, чтобы приезжать костец и пояснив ту полу. Находим левую ногу. Вытягиваем её в потолок. Она у нас должна быть длинная-длинная. Находим левую ягодицу. И аккуратно пяткой в пол. И на выдох вверх. Так, вдох, листочек. Выдох. Ещё вдох. Вспоминаем, очень важно, чтобы нога опускалась на левую ягодицу в тонусе. То есть как на подушку, на мячик. Вспоминаем также про опорную правую. Она не должна раскачиваться коленом в стороны. Для этого в тонусе. В тонусе нужно держать обязательно мышцы пресса, мышцы пора. Будьте внимательны. Последний раз. Выдох. Руки за голову, ладонями вверх. Потолок. Будем собирать скручивание ногу. Вдох. И потянулись подбородком и ладонькой к стопе. Вдох. И выдох. Ещё два раза. Вдох. Выдох. Последний. Отлично. Остались. Подбородок смотрит на стопу. Разворачиваем. Пятый центов. Сотня. Кто занимается давным, опорную ногу вытянули. И также продолжаем дышать. Дышим шумно. Акцент на облидах через рот. Мышцы пресса не расслабляем. Отлично. Отдыхаем. У нас снова бочонок в своей стиле лодыжки. Колени широко. Настраиваем. У нас осталось два упражнения. Это руловер и мяч. Кто занимается давным, знает, что такое руловер, нас можете не ждать. Ваши восемь раз. Единственное, на чём прошу сделать акцент, не уходить в плуг. Сейчас никто ничего не делает. Вы просто лежите, смотрите, и я покажу. Что значит не уходить в плуг. Вариант, который попроще. Через колени подняли ноги. За голову. И то есть вот этого касания пола ногами быть не должно. Старайтесь уходить ногами параллельно к полу. И так же выкладываем ноги вдох. Аккуратно вниз, но не на пол. Мышцы пресса в тонусе. Вдох. И так же вдоль пола. Аккуратно за голову. Отличное задание для тех, кто занимается давно. Ваши шесть-восемь раз. На нас не смотрите, нас не ждёте. Те, кто занимается недавно, мы будем делать все вместе. Старайтесь воспринимать меня сейчас на слух, чтобы не поворачивать голову в телефон или на тот электронный носитель, с которым вы сейчас работаете. Объясню почему. Никакие повороты, скручивания, да, они нежелательны для того, что можно травмироваться. Поэтому предлагаю сначала посмотреть, а потом сделать. Плечи и лопатки плотно поезжают в полу, живот стянули через колени. Самый простой вариант. Поднимаем ноги, мы делаем вдох и на выдохе на грудь. Выдох. Вдох. И вытянули ноги над полом. Ещё раз так. Вдох. И выдох. Есть маленькая фишка. Если пока силы мышц пресса недостаточно, вы можете помочь мышцами спины. Руками вы отталкиваетесь от пола. Начнут включаться в работу мышцы рук и мышцы спины. И будет легче потянуть ноги на грудь, колени. Если вот этот перекат уже даётся вам нормально, легко, мы можем уходить чуть дальше. Мы делаем вдох и пробуйте перекатываться. Выдох. Вдох. И так же вытягиваем. Вдох. Выдох. Вдох. И давайте чистим по последний раз. Отлично. Сейчас решим. Просто смотрим, но не расслабляемся совсем. Мы будем уходить в круглый наклон. Покажу более-менее адаптивный, нормальный, несложный вариант. Также через колени вдох. Выдох. 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 И вот когда начинаете раскручивать, включайте локти в пол. И ладонями отталкивается от пола. Идём в круглый наклон. Выдох. Вдох. Ладони в пол. Через круглую спину уводим ноги за голову. Выдох. Вдох. 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 Отлично. Вот сейчас давайте вместе. Все подготовились. Если страшно. Если страшно, можно продолжаться. Можно просто посмотреть. Но вообще на самом деле упражнение с перекатами, оно несложное. Давайте сами хотя бы два-три раза. Мы делаем вдох. Подсогнули ноги в колени. Уходим в голову. Начинаем раскручивать спину, локти, перекат, активные ладони. И в круглую спину выдох. Снова вдох. Через колени, локти активные. Стопы уводим за голову. Вдох. И остались в круглом наклоне. Никуда ничего не тянем. Просто расслабляем мышцы спины, мышцы поясницы. Если уж как очень хочется потянуться, и вы не чувствуете сейчас непоятных ощущений в задней педали, мы можем делать следующее. Вдох. И пока у нас длинный выдох, аккуратно потянуть локти к полу. Но только в том случае, пока идет выдох. Как выдох у нас закончился. Мы перестали тянуть, остановились. Сделали глубокий вдох. И пока идет выдох, по кругу потянуться вниз. Если хочется пойти еще глубже в наклон, мы можем идти по выравниванию, по пути выравнивания спины. Вдох. И аккуратно потянуться к грудью с кропом. Но это на самом деле не обязательно. Для этого существует занятие стрейча. Стрейчинга глубокого стрейчинга. Это лапси мы себе есть цельный старый. Мы делаем вдох. Выдох. Открылись в ровную спину. Предлагаем пересесть начало дорожки. У нас будет мяч. Опять же повторюсь, кто знает, как делать мяч, вы нас не ждите. Ваши 6-8 раз. Мяч классное очень упражнение. Всегда его советую делать в конце тренировки. Мы делаем вдох. Скоро сидели лодыжки. Колени широко смотрят на плечи. Сейчас нужно просто посмотреть. Макушечкой вытянулись вверх в потолок. Плечи, лопатки направили вниз. Живот втянули. То, с чего начинается мяч, это округление поясничного отдела. Мы делаем вдох. Копчик подворачиваем на пятки. Округлили поясничный отдел. И только после этого начинаем выкатываться. Вернулись. И плечи, лопатки потянули вниз в пол. Еще раз. Вдох. Круглая спина. Это должна. Вернулись. И ровная спина вниз. Еще раз. Вдох. Выдох. Сами сейчас поделайте 2-3 раза. И послушайте, пока вы делаете параллельно меня, что мы делаем с мячом. Почему очень важно сначала подкрутить копчик и сделать поясничный круглый? Для того, чтобы не было шлифка поясничным отделом, а коп. То есть, чтобы вы прокатили, прокатали весь позвоночный стоп. От коясца до шейного. Это очень важно. Если только начали заниматься. Возможно, поясничный отдел, какая-то настолько гибок. Вы не можете еще управлять мышцами поясничного отдела. Поэтому не получается пока подвернуть копчик, чтобы не было шлифка поясничного отдела опок. Ничего страшного. Нужно об этом думать. Нужно каждый раз пытаться это сделать. Рано или поздно. Через полгода. Может быть, раньше. Это получится. Но в любом случае, нужно начинать стараться сразу с первого занятия. Потому что, если с первого занятия не стараться, то это тогда не получится. А это очень важно. Особенно упражнение в мяче. Итак, я думаю, вы уже откатали все свои мячики. Садимся ко мне в лицо. Садимся в зубы. Не обязательно, так как я по-турецки. Мы вытянулись макушечкой вверх. Потолок. Плечи и лопатки тянем вниз. У нас ровная-ровная спина. Вот вы должны сейчас свой позвоночник прям ощущать. Он должен быть теплым. Вдох за макушку. Вытянули себя вверх в потолок. Чтобы спина как хрустальная была. Ровная-ровная. Длинная-длинная. Руками вытянулись вверх в потолок. И круглую спину надули. Именно грудной отдел. Выдох. Обнимаемся широко. Ладони в потолок. Вдох. И ладони в пол. Замок. Потянули замок вниз. А подбородок опустили на грудь. У нас и плечи и лопатки. Все тянется вниз. Снова выросли руками в потолок. Вдох. И тихий, бесшумный выдох. И готовим с вами шумный вдох. И сбросим чуть-чуть рот. Шумно. Еще раз. Вы знаете, что в занятиях я прошу качественно делать вот эти последние вытечки. Вот сейчас все дружно. И сбросили. Все молодцы. Мальчики и девочки. Я надеюсь, мальчики тоже были с нами. Я жду вас на наших последующих занятиях. Вам желаю здоровья. И желаю очень хорошего настроения и здоровья. Всем спасибо.